В пятницу американский доллар продемонстрировал резкий скачок вверх после публикации макроэкономической статистики США. Показатель в июле оказался неизменным на уровне 4,9%. Аналитики прогнозировали сокращение значения до 4,8%. Правда, это не повлияло на настроение трейдеров, так как другой показатель прямо указал на здоровье американского рынка труда. Устойчивыми оставались темпы найма в США. Изменение числа занятых в несерскохозяйственном секторе продемонстрировало больший рост, чем прогнозировали аналитики. Согласно отчету, предоставленному Министерством труда США, индикатор в прошлом месяце увеличился на 255 тыс. Аналитики прогнозировали рост показателя на 180 тыс. В июне число занятых в несерскохозяйственном секторе увеличилось на 292 тыс. Рынок встретил вышедший результат с ошеломительным успехом. Индекс доллара США взлетел по отношению к своим конкурентам, так и в паре со своим соседом, канадским долларом, который опубликовал неоднозначную макроэкономическую статистику. Оторвавшись от дневного минимума ниже отметки 1.3020, пара USDCAD взлетела до уровня 1.3192. Валютные стратегии предполагают, что сегодня американский доллар продолжит подавлять своего конкурента и держаться на высоком уровне относительно своих соперников. Что касается канадских показателей, то в отличие от США, индикаторы рынка труда страны кленового листа продемонстрировали меньшее сокращение, чем прогнозировали аналитики. В июле показатель по изменению занятости сократился на 31 200 человек, в то время как аналитики прогнозировали рост индикатора на 10 000. Согласно отчету, подготовленному школой бизнеса Ричарда Айви, индикатор вырос до 57 пунктов по сравнению с приростом в июне до 51,7. Аналитики прогнозировали рост индекса до 50,9 пунктов. Сегодня день небогат на макроэкономические события, поэтому экономисты отмечают, что движение на валютном рынке основывается исходя пятничных данных. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале Инста, Форекс ТВ. Оставайтесь с нами.